Сегодняшнее воскресенье начинает подготовку к святому и спасительному времени воздержания. Сам Великий пост не велик сам по себе, а велик от того, что он приготавливает нас к великому событию, к светлому Христову воскресенью. И так как Церковь полагает еще четыре недели подготовки к Великому посту, надо определить для себя его величие. Если Церковь говорит, это сплошная седмица, укрепись, сынок, подкрепись, доченька, впереди строгое воздержание. Но не только в еде, не только в своем образе жизни, а самое главное, посмотри внутрь, вглубь себя и постарайся избавиться от тщеславия, от гордости, потому что без этого твой пост не принесет никакой пользы. И ты не сможешь возрадоваться истинному святому воскресенью, потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Вот почему Христос приводит эту притчу о мытаре и фарисее, когда один осуждает, превозносится своими трудами. А вот действительно, что плохого в том, что он постился два раза в неделю. Мало того, он приходит в храм, он молится, он еще, как мы видим, не ворует, старается не обижать других, потому что других-то называет обидчиками. Он не изменяет своей супруге, он не прелюбодей, но осуждает других, что хорошо, что я не такой, как те прелюбодеи, обидчики и грабители. Или, скажем, как этот ненавистный мытарь, который действительно собирал подати и иногда многое присваивал себе, поступал не так, как нужно. Вот он, стоя в храме, возносясь над этим мытарем, так молился Богу. И вот сегодня Святая Церковь напоминает нам о том, что если ты имеешь какие-то заслуги, никогда не гордись ими. Никогда не гордись тем, что ты уверовал, потому что это дар Бога. Вера – это дар Бога. Сам Христос сказал, никто не знает Отца, только мы Сын, и Сына не знает никто, кроме Отца. И кому Сын волит открытие. Все те, кто здесь стоим в храме, и все те, кто веруют, – это те люди, которым Христос открыл Себя. И это дар Божий – вера. Сколько людей не имеют этого дара и продолжают заблуждаться, не веровать, а значит, ни в храм не ходить и ни Богу не молиться. Но те, которые уверовали, приобрели этот дар даром, не должны возноситься им. Хорошо, что я верующий, а они не такие, все они грешники, а я и в храм хожу, и действительно уже пащусь, и Великий пост уже решил соблюдать, или решила. Хорошо, что я уже не такие, как прочие человецы. Святитель Феофан Затворник очень строго предупреждал. Сам дрянь дрянью, а все твержу, несь, как прочие человецы. Удивительные слова смирения. Вот потому, дорогие, святая Четыридесятница и говорит о том, что если ты не познал Бога, ты не оправдаешься. Кто-то скажет, а я не видел Его. Где я мог видеть Христа? И Евангелие открывает нам, что в каждом человеке Христос. Потому что каждый человек по образу и по подобию Божьему. И все, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. В каждом человеке Христос. Если ты не увидел в бедном, в немощном, в больном, в нуждающемся, в страждущем человеке Христа, ты не оправдаешься. Потому что Христос был рядом с тобой. А ты Его не только не принял, но и отверг. Потому и не был тебе в дар преподнесен этот великий дар веры, о котором ты так и не узнаешь, и умрешь, и погибнешь. Кто-то скажет, я имею дар веры, но я живу среди людей, и по природе я очень раздражителен или гневлив. Что мне делать? Не могу собой обладать. Вот только кто-нибудь не, по-моему, сделает, а это чаще бывает именно с теми, кто общается с людьми, подчиненными себе или слабее себя. Как правило, это может быть муж перед своими домочадцами, где он командир и крикливый раздражитель. Но разве это оправдает тебя перед страшным судом? Разве ты не был смирен и кроток перед выше тебя стоящими? Разве ты не промолчал, когда даже тебя оскорбляли? Значит, это говорит о неприродности твоего греха, а о том, что ты не смог научиться управлять своим гневом, своим раздражением. И там, где ты был выше, ты был раздражен и гневлив, а там, где ты был ниже, ты был смирен и кроток. Вот и есть повод задуматься над тем, что в нас живет – гордость или смирение? Ведь гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Кто-то скажет, у меня уже достаточно добрых дел, и столько добра я сделал, столько добра, что хватит мне теперь до конца дней. Типа того безумного богача, который говорит, сколько урожая у меня. Ешь, пей, веселись, на многие годы собрано у тебя. Безумный, в сию же ночь душу твою заберут. Кому оставишь все, что ты заготовил, сказал тогда Христос. Вот потому, дорогие, никогда не будем кичиться нашими добрыми делами, а будем беречь свою сегодняшнюю жизнь, которая должна наполняться добрых дел изобилием. И если мы думаем, что нам хватит прежних заслуг, то мы уподабливаем себя этому фарисею, который и постился, и молился, и в храм ходил, и вел благочестивую жизнь, не грабил, не убивал, не прелюбодействовал, и, казалось бы, был уже спасенным. Но нет, мытарь, который ни в чем не считал себя праведным, а грешником, бия себя в грудь, ушел более оправданным, чем тот, который это делал, но превозносился своими заслугами. Вот почему, дорогие братья и сестры, так важно нам продолжать свой подвиг, продолжать творить добрые дела, а не прекращать их, уповая на то, что у нас их и так уже достаточно. Ведь именно эти слова может услышать человек, о чем говорится в Апокалипсисе во второй главе, «Будь верен до смерти, и дам ти венец жизни». Как важно нам, дорогие братья и сестры, пройти до конца, ведь, смотрите, сколько добра видел Иуда, сколько он сам творил чудес. Иуда ведь чудеса творил. А потом отступил и предал своего учителя. Сколько людей хорошо начинали, сколько людей, среди которых были в церкви, которые крестились, молились и даже причащались, отступили от нее. Что произошло с этим человеком? Где-то произошел надрыв, где-то, может быть, сломалась его внутренняя духовная жизнь, а может быть, он перестал читать Евангелие. А человек, который перестает читать Евангелие, перестает получать благодатную силу свыше, укрепляющую его веру. Он уже понадеялся на себя. Я и так все знаю, я уже прочитал, я несколько раз читал Евангелие. Вот потому человек перестает ходить в храм. Да я уже там был, мне там все известно. А потом он перестает участвовать в таинствах, перестает исповедоваться, причащаться, отступает. И приступает к нему сатана. Вот почему Христос сам идет в пустыню 40 дней поститься и молиться, показывая нам пример Святой Четыридесятницы. И поэтому, дорогие братья и сестры, как важно нам с вами быть верными до конца. При всех испытаниях, искушениях, при всей лжи, которая льется сегодня на каждого из нас, сохранять верность Иисусу Христу. Обязательно каждое воскресенье быть в Божьем храме. Стараться каждый день читать хотя бы понемногу Святое Евангелие. Это же благая весть Господа нашего Иисуса Христа. Это то, что сообщил нам Сам Христос. Вот потому не случайно сказано в Писании вера, отслышание, а слышание от Слова Божия. Будем не лениться читать, даже если несколько раз прочитали. К одному из святых подошел человек и спрашивает, ну сколько ты можешь читать одну и ту же книжку? Почитай что-нибудь другое. У тебя всегда в руках Евангелие. Тебе не надоело? Ты не устал? А он ему говорит, скажи ты, каждый день хлеб кушаешь? Ну конечно. Не надоело? Не устал? Ну нет, как же от хлеба устанешь? Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. А для меня это и есть мой духовный хлеб. Вот как ты не поешь, ты голодаешь. И если я не почитаю хоть немножечко Евангелие, голодает душа моя. И я хочу снова открыть эту книгу и насытить, напитать словесами чистыми, словесами Господними, мою страждущую, изголодавшую по моему Христу душу. Вот как важно нам почувствовать такую же необходимость в Слове Божьем, как в хлебе насущном. Как важно нам не терять эту бодрость, дорогие братья и сестры, потому что дьявол искушает всеми возможными путями. Всеми путями. Уйди, сойди со креста. Уйди, уходи от всего. Посмотри, сколько уже ушли. Посмотри, сколько живут своей жизнью, в свое удовольствие. Но будь верен. И будь верен даже до смерти. И дам тебе венец жизни. Вот почему. Пусть каждый из нас запомнит эти слова. Претерпевший же до конца спасется. Давайте же потерпим. Все искушения, все соблазны. Даже когда верю или не верю, ведь и каждому из нас приступает сомнение. Это и называется дух сомнения. Это тот самый лукавый дух, который так и называется. Дух сомнения, который приступил к Иосифу, когда он узнал, что Дева Мария, в которой он был закреплен, как хранитель девства, лишь нарекался, то есть назывался мужем, вдруг беременная. Он-то знал, что она чистая и святая. И вдруг она беременна. И вот здесь дух искуситель, дух соблазна, дух лукавства приступает к нему и говорит, отпусти ее. То есть выгони ее своего дома. Пусть идет. Ты же не соблюл ее чистоты и девства. Вот он. Иногда даже изображается на иконах. Дух сомнения, мохнатый, волосатый, но очень похожий на Иосифа. Вот так и к каждому из нас приступает дух сомнения. Но стоит тебе осенить себя крестом и призвать на помощь спасительнейшее имя Господа Иисуса Христа молитвой Иисусовой «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Как чувствуешь, как этот дух сомнения или мысль, мысль, куда-то исчезает. И так легко, и легко. И дышится, и верится. И так легко, легко. Давайте чаще призывать имя Господне. Не будем помнить, что четыре подготовительные недели – это не просто неделя, а мы тареи фарисеи, когда церковь напоминает нам о борьбе с гордостью. Это и неделя о блудном сыне. Следующее воскресенье не пропустим. Мы услышим о любви Господа к каждому грешнику, чтобы никто из нас не отчаивался ни в каком грехе, а вернулся в дом Отче. Через неделю мы услышим благовестие о страшном суде. Не пропустите. И еще через неделю Адамова изгнание или, как его называют в народе, прощенное воскресенье. Почему церковь за четыре недели начинает готовить нас к великому посту? Да каждый из нас, если встречает великого гостя, это отличается подготовка дома, всего, что в нем, и самого хозяина к принятию такого желанного гостя под свой кров. И вот мы в ожидании, что сам Христос наполнит наше сердце светлой радостью Пасхи, должны очистить Его, принести искреннее покаяние, воздержание от греха, и, конечно же, укрепиться в вере в то, что Христос истинный Бог наш, который пришел спасти неправедников, а таких, как мы с вами, грешников, призвать к покаянию. Я поздравляю всех вас, дорогие, с воскресным днем и желаю, чтобы каждый из нас уже с сегодняшнего дня расстался с гордостью, никого не осуждал, никогда не кичился тем, что он уже верующий, что ходит в храм, что уже постится или готовится к посту, никогда не кичился своей семейной жизнью, что вот я живу, а они, лучше помолись о нем. Давайте мы лучше воздохнем о всех тех, кто еще не знает дороги к Богу, кому дар этот еще не открыт, чтобы и они спаслись и в разум истины пришли. Дай Бог всем нам, дорогие братья и сестры, покаяние Матарева, чтобы и мы, не столько вознося, и сколько не считая себя достойными всякого помилования, уповали только на милость Господа, потому что не от своих дел мы спасаемся не от своей праведности, а по милости Господа нашего Иисуса Христа. Вот если мы это поймем, тогда чаще будем произносить, Боже, будь милостив ко мне. Слышите? Не к Нему, это не о мытаре, это о каждом из нас, это обо мне. Боже, будь милостив мне, грешному. Давайте эту неделю так и проведем. Будем как можно чаще читать эту молитву. Вот вам такое благословение на неделю. Боже, будь милостив мне, грешному. Кого-то увидишь? Боже, будь милостив мне, грешному. Что-то сделаешь хорошее, так захочется себя похвалить? Боже, будь милостив мне, грешному. А может быть, упадешь, может быть, оступишься? Не унывай, говори. Боже, будь милостив мне, грешным. Аминь.